Август, пора отпусков, а в Чебоксарах дожди. Хочется куда-нибудь, где всегда тепло, но долгожданный отпуск может быть безнадежно испорчен. В июле и августе сразу несколько российских турфирм объявили о приостановке деятельности в связи с невозможностью выполнить свои обязательства перед клиентами. Одна из них – фирма «Лабиринт». В числе оформивших тур у этой фирмы есть и жители Чувашской республики. 95 человек застряли за границей из-за приостановки работы туроператоров. Преимущественно из них около 60% находятся в Греции и около 40% в разных странах. Это Болгария, Испания, Кипр. Но в этом плане на сегодняшний день компания «Турпомощь» работает. Министерство культуры также открыто к сотрудничеству. В компании объясняют случившееся резким падением доходов из-за снижения курса рубля и общей неблагоприятной политической и экономической ситуации. Кроме того, сильно испортили картину из западной санкции, которую многие россияне приняли на свой счет. Однако в случае с турфирмами-банкротами есть и другие причины. Почему еще лопнул лабиринты туроператоры? Почему было много туристов из Чувашии и со всей России? Они потому что привлекали низкими ценами. Как известно, низкие цены на туристы идут. Турагенты тоже идут на это, потому что хотят удовлетворить желания туристов. Как известно, на демпинге не заработаешь. Это непроизвольно. Или хочешь, не хочешь, ведет к этому, что вот и банкротство. Затраты жертвам финансовых затруднений лабиринта компенсируют, но лишь в размере 10% от тех денег, что заплачено за путевку. На данный момент объем требований туристов в четыре раза превышает размер страхового случая. Страховой взнос, который туроператор заплатил, который имеет 160 миллионов, она будет делиться пропорционально между туристами, которые пострадали. Было бы их 10 тысяч, разделили между 10 тысяч. Теперь пострадали их 70 тысяч, будут делить между 70 тысяч туристами. То есть пропорционально будут делить. И поэтому тут в данном случае не имеет значения, какой день ты сдаешь. Первый день или через две недели. Будет рассматриваться целый месяц. Чтобы отрегулировать туристический рынок, необходимо ввести ряд поправок в законодательство, считает Ростуризм. А пока, чтобы не блуждать в лабиринтах страховых компаний, туристы вынуждены продумывать маршруты своего путешествия самостоятельно. Екатерина Кудряшова, Евгений Анисимов, Республика.